Какая забавная новость пришла? Но почему этим занимается глава Роснефти, великий ужасный Сечин, при чем здесь генетика и при чем здесь Путин, в последнее время стало понятно. А генетическими вопросами занимается предполагаемая дочь Владимира Путина, Тихонова, под другой фамилией обозначена. И на всевозможные программы, связанные с этими исследованиями, выделяются просто гигантские деньги, просто под сотню миллиардов рублей. А Сечинская программа якобы стоит 23 миллиарда рублей. Ну понятно, где 20 и 50 в России, где 50 и 100. И никто, конечно, не будет эти деньги считать. Никто не будет их каким-то образом проверять. Потому что здесь заинтересована верхушка нашего государства. Так в чем же дело? Почему вот эти вот старцы вдруг озаботились о каких-то генетических исследованиях, которые для них вообще темный лес? А вопрос решается очень просто. Дело в том, что они заинтересованы в том, чтобы продлить себе жизнь. В прямом физическом смысле. И ради этого они готовы пойти на любые жертвы. Я уж не говорю про финансовые, потому что все финансовые возможности, все материальные ресурсы, которые есть в стране, это, конечно, не принадлежит никакому народу, там, как записано в Конституции недавно, в бесчадно правленной, а принадлежит им. И поэтому эти механизмы, эти инструментарии представлены им абсолютно беспрекословно и без всяких преград. Но есть проблемы, которые они не могут решить. Это проблема в физической смерти. У них есть власть, у них есть, как им представляется, реальное правление, реальный диктат над умами и физическим состоянием. Но нет возможности эту прекрасную жизнь продлить. Им всем уже под 70, кому-то за 70. И эти кремлевские старцы, конечно, буквально озабочены этой проблемой. Проблема, которая для них маркирована как проблема жизни и смерти. И что очень важно подчеркнуть, все эти люди, которые сейчас находятся у горнила российской власти, это люди выхода из КГБ, которые сформировались в 70-80-е годы. Так вот, как раз в это время, в 70-е годы и на 80-е приходится расцвет идей Циолковского, Вернацкого, Фимова и других космистов. То есть КГБ серьезно этим увлекалась, занималась. Всячески это дело патронировало. И потому что, во-первых, им нужно было самим во что-то верить, так как они не могут и не могли верить в Бога. И для них нужна была какая-то собственная парадигма веры, которая достаточно легко снимала вопрос моральной ответственности, каких-то нравственных норм. Ну вот космизм вполне в эту парадигму укладывался, потому что он очень удобен, он как бы современен, и он многофункционален. Можно верить в марсиан, можно верить в перерождение на другой планете, можно верить, как это там предлагали Циолковский, в перерождение в других материальных ипостасях, в материях, что ничего не исчезает, а все просто уходит, ну как в природе, умирает какая-то живая материя, какая-то ткань, она тут же перерабатывается биологически, тут же ее там появляют какие-то червяки, все как бы перетекает во все, да, древняя такая эзотерическая максима, все есть во всем. Так вот они в нее очень хорошо верили, и, собственно говоря, продолжают верить до сих пор. Но одно дело, когда веришь в то, что ты не умрешь, а другое дело, когда реально твоя нервная система и твое физическое тело трепещет перед дыханием смерти. Это вот то чувство, которое невозможно избежать. И кто бы что ни говорил, но страх смерти, он присутствует у всех. И, собственно говоря, поэтому в исламе сказано, что есть исправление и лекарство от всех болезней, но нету избавления от смерти. Нету души, которая не избежит смерти. Не было и нет такой души. Но для кремлевских старцев эта мудрость абсолютно неведома. Неведома я имею в виду в глубинном смысле. Они, конечно, все это знают, но они не вовлекаются в это. Поэтому они занимаются проблемой поиска проблемой бессмертия. Это на самом деле не шутка, не домысел. Это на самом деле так и есть. В действительности они увлечены также всевозможными парапсихологическими и параэзотерическими практиками. Они всерьез их рассматривают, они всерьез их практикуют и побаиваются. Недаром же они арестовали шамана Гавышева. Я как-то об этом говорил. Почему страх перед Гавышевым? Вроде простой якутский мужик. Да и, собственно говоря, он не является там потомственным шаманом. Объявился о шаманах. Но они реально испугались его, потому что, во-первых, увидели аналогию с Распутиным, который также с Сибири пришел там буквально пешком в столицу. Но, правда, не в Москву, а в Питер. Но в сути это не меняет. Но пришел он, чтобы избавить Зимний дворец от всякой дьявольщины, чертовщины и спасти Николая Второго. А здесь же ситуация обратная. Он идет в Москву, Гавишев я имею в виду, чтобы избавить Россию от кремлевских демонов, как он выражался. Так вот, кремлевцы действительно испытали страх, потому что они во все это верят. Если бы они были такими материалистами, грубыми и циниками, конечно, это бы все прошло как бы вот мимо сводок, которые каждый день там кладут на стол ответственным чиновникам. Это первый момент. Второй, конечно, вот эта вот мессианская идея, которая в свое время была у большевиков, такой красный мистицизм Богданова, Толстого. Это, конечно, не тот порядок, потому что те люди верили в мировую революцию, пускай как бы вот со своими материально-марксистскими идеями в голове, но это по-настоящему были люди такие вот заряженные идеи. Это были такие люди, которые идут в революцию. В революцию идут люди с повышенной пассионарной составляющей. Карьеристы и всякие циники, они потом лишь подхватываются, и уже когда революция начинает остывать и переходить в свою контрреволюционную фазу, свою противоположность, они тут же как бы выскакивают из своих темных углов и вот рассаживаются по этим вот бюрократическим местам. Я просто напомню, что к 1934 году, к так называемому съезду победителей, во главе большевистской партии, лишь 2% были те, кто вступили в партию до революции. То есть Сталин уже к 1934 году зачистил всю верхушку ВКПБ. Всех пассионарий, всех революционеров он просто убрал, и остались вот те самые конформисты, которые вошли в поток, что называется, уже после того, как все свершилось. Здесь примерно то же самое. Поэтому вот эти вот 100 тысяч биоматериалов, само формулирование, сама формулировка, она очень ясно и четко показывает и демонстрирует отношение этих людей к рядовым людям. Все это биоматериал по-настоящему. То, что сейчас происходит со всякими QR-кодами и иглоукалываниями в различные места, это тоже является частью вот этой вот большой программы по поиску бессмертия. Возможно, частью этого пакта они рассматривают и принесение коллективных жертв. Почему нет? Это практиковали раньше в Средневековье, это практиковали и в новое время. И почему бы не практиковать и сейчас? Я же говорю, эти люди верят во все самые такие вот сказочные, что ли, самые такие паранормальные явления и теории. Потому что в конечном итоге человек, который стоит у обрыва смерти, он всегда хватается за любую соломинку. Он считает, что любой шанс на спасение имеет оправдание. И в этом смысле человеческие жертвы, пусть даже 10, 100, 200 тысяч, они не стоят ничего ради обладания тем самым алгоритмом бессмертия, тем самым той самой иглой Кащеевой, в которой якобы заключена их жизнь. Но все эти потуги, как мы понимаем, конечно, они абсолютно бессмысленны, беспомощны, бесперспективны. Но насеченные компанию это не убеждает.